всем привет сегодня обзорном столе тарзан былой и грядущий издательство альпака сам удивлен видеть тарзана на обзорном столе думал какая-то совсем махровая скучная фигня старая оказалось что-то относительно недавний довольно многострадальный в плане издания комикс который дорисовывал бог мтон после томаса яйца который отрисовал лишь три главы и собственно из томаса яйца я взял эту книжку изначально на обзор потому что рисунок очень классный я познакомился по болотной твари в первую очередь также есть рисовал коррес тарзан против гру кроссовер надеюсь тоже привезу в скором времени там правда не акварель было тушь но тем не менее сначала поговорю об издании разных форзаца всегда это подмечаю потому что люблю такую штуку такой маленький нюансик очень качественный переплет даже есть закладочка это увеличенный формат альпаки я так понимаю терминатор выходил в этой же серии не только очень добротно издание приятно видеть такие книжки вот в текущем бумажном кризисе мировом мне кажется такие книжки видели на западе ну как бы в рамках того 6 у них издается редко и не особо то метко по последним ризы на всяком случае я думаю что они бы обзавидовались потому что полиграфия конечно высший класс начали предисловие от алана гордона сценариста комикса о том как много для меня значит тарзан и всякий старый палп довольно интересно ознакомитесь томас есть рисуют такое акварелью поэтому принципе переход после яйца на бог м то на довольно резко случается это легко заметить но в целом не могу сказать что я был разочарован богом довольно круто рисует тарзан дальше но конечно до акварельки такой ну полскульно мужская то немножко но чисто эстетически на мой взгляд не дотягивает история рассказывает о собственно тарзане о джейн и о их льве джаде которые которые живут уже на земле больше 300 лет то здесь про проходит около трех веков из не больше живут они молодыми за счет сыворотки которая была представлена в книгах изначально от бероза который придумал тарзан написал я так по что это сыворотка там или какая-то микстура была еще там придумано для молодости в африканский джунглях или типа того комиксы чем я больше поразил он не требует никакой подготовки и знания того чтобы тарзан кроме того что чувак который рос в джунглях вот это вот все и того что он был однажды некоторые ну парадословно он богач вы говоря изначально сам комикс приносит нас в будущее как я уже сказал здесь такой пост апокалипсис сразу нас окунают какие-то племя диких амазонок какие-то вот тут мамонты в перемешку с мутантами такими крабоголовыми чуваками намешано всякое причем выглядит первично без контекста вычурно но в рамках общей общей истории работа очень интересно какая-то вот в духе зато ночи равниса таком фокусница костюм и одна из этих вот амазонок местных тоже странника себя ведет к это общем такие интересные эксцентричные персонажи появляются довольно любопытные покрасить очень хорошо в этом формате работает в плане что никакого от мара блюра нет очень четкие исходники судя по всему всяк случай я не припоминаю такого где-то разве что чуть более контрастно но это уже мелочи максимально классный экшен прописан то есть очень динамичный комикс читается прям на одном дыхании у меня напоминает современный палп типа лобстера джонсона я часто привожу пример потому что на мой взгляд это идеально вообще палп который как бы сохраняет всю вот это вот незатейливость и однобокость можно сказать старых таких комиксов до приключений все довольно просто с минимальными твистами но настолько хорошо срежиссировано в плане экшена в плане саспенса что для тебя это работает вот тарзан точно такой же комикс в этом плане не только другой сеттинг немножко другой концепт тарзан здесь в какой-то момент встречает наследника скажем так своих старых врагов преследователей вместе не отправляются тут решать скажем так проблемы более масштабные происходит в том числе и магический кит аспект ну можно назвать магии можно назвать научной фантастикой как угодно но есть такие вот в общем то нюансы в конце единственно немножечко на мой взгляд сугубо на мой вкус немножко оборван нарратив в плане мне не хватило какие-то там двух или трех или пяти страниц на тему того что вот что ждет персонажи будущем или того просто как вот они счастливы как есть то есть там как бы это подводится но очень резко экшен и развязка переходит такое кого просто вот пока пока мне не хватило какого-то немножко такого затяжного прощания или эпилога романтичного что-то вот немножко и не хватило в остальном же комикс очень классный получился совершенно внезапно и любителям фантастики посмотрите цветы то всякие такие олдскульные что называется который кушают плоть мутанты есть что такое здесь нету сюда не знаю что что сказать про комикс потому что я за тарзана не шарю вот хотел почитать еще одну работу которую нашел где всякие другие персонажи вот этого автора который именно прозу писал встречаются в формате комиксов там такой кроссовер типа лиги дачных джентльменов но с персонажами броуза и но понял что не вытяну потому что надо конечно знать какой-то бэкграунд минимальный хотя бы и я боюсь что кроме этой книги это раз они краски почитать нечего она краски выполнена как такие постмодернические произведения которые по сути не противоречит всему что было и при этом делает что-то новое свое собираю весь этот образ вот в единый такой классный storytelling поэтому горячо советую спасибо что смотрели и до новых встреч